Сейчас позову, с вами могут побеседовать, более взрослый человек. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мир вам! И вам мир! Слава Иисусу Христу! Да, согласен. Вот мы здесь зашли в эту рулетку вместо Содома и Гаморры, чтобы людям возвестить путь спасения. Ну, тогда возвестите мне про путь спасения. Пожалуйста. Руководство наше от Господа Бога и от Его Святого Слова. Выпиваешь? А? Пьёшь? Пьёшь? Ты пьёшь? Сохрани Бог! У нас никто не пьёт. А зачем вы, а зачем ты тогда в этой штурке сидишь? Володя. Патерич, что он там говорит? Он говорит, зачем вы здесь сидите в чате рулетки? Потому что рулетка, чате рулетка, это преисподняя. Это Содом и Гаморра. И мы, православные проповедники, пришли людям сказать, что ожидает за это, чтобы поверили во Христа. Христос спасает от этого. Понятно, понятно. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет верить и креститься, спасён будет, кто не будет верить, осуждён будет. Вместе с дьяволом будет мучиться Бог не вековечно. Я верю. Ну вот так. Веришь, а бороду бреешь. А бороду зачем бреешь-то, верующий? А зачем она мне нужна? А Бог сотворил. Тут не надо спрашивать. Он дал глаза. А зачем глаза? А зачем нос? Угромно было бы всё. Почему вы только против бороды ополчились? Потому что подкаблучники. Бабы вами руководят. Две мамы в доме. Борода – это власть. Да она у меня не растёт. Не надо обманывать. У Фридриха Энгельса растёт. У Карла Марса растёт. Вот у Ленина растёт, а у вас не растёт. А где ты живёшь? Город Барнаул, Атайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 1981 год. Понятно. Ну ладно, дед, давай, удачи, не будьте отвлекаться. Вы зайдите на скайп, Игнатий Лапкин, и вы там найдёте всё. Я вам скину материалы. Вы что, мусульманин или христианин? Христианин, конечно. Христианин, да? Надо в храм ходить. И на исповедь пойти к священнику. А они поставлены на это. Считать Библию. Соблюдать посты. Простить духовного рождения свыше. Для Бога. Вот мы строим православную деревню с нуля. Не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. А вы где сейчас вот именно находитесь? В данном случае, вот сейчас я нахожусь в Барнауле, Алтайский край. А деревня 150 километров от нас. Мы летом там. А там другие люди сейчас... Это дом у тебя такой или квартира? Это квартиры, которые я выиграл у государства. Когда я освободился в 87-м году, за слово Божие сидел. А конфисковано было. Теперь стал судиться. По государственной норме, они должны... Мне были 11 миллиардов теми деньгами. 11 лет шел суд, и я его выиграл. А рассчитываться нечем. И тогда рассчитали с недвижимостью два дома. В одном мы сделали церковь, а в другом я живу. А то у меня палати, как называют, как угодно называешь. Конки, нары. Люди приходят, чтобы мне было где принять. А то Господь Бог так делает. Я понял. Ну давай, Владимир. Да заходи на скайпе. И там все... Игнатий Лапкин, запомни, это не случайная встреча. Это Господь послал вас. И главное, не голый мужик. Тут половина в чат-рулетке голая, а вы не голый. Тут процентов 8... А вы все голые, и за день два дурачки. А это вся такая. А вы знаете, кто чат-рулетку сотворил? Кто ее придумал? Дурак. Дурак. Правильно. Мальчишка, 15-летний. Андрей Терновский. Двоечник. Я понял, экзамены не сдать. Стал думать, вот это вот надумал. Чтобы все блудники сюда скатились. И сидят, рукоблудином занимаются, совокупляются. И все. Одеяло трясутся. Показывает, что у него мозгов нет. А только то, что ниже пояса не на место присвоено. Да, да. Ну где... Еще раз. Игнатий Лапкин. Запиши себе. Все. Давай, я запомнил. Игнатий Лапкин. Вы меня в скайпе найдете, а там я все материалы скину. Отвечу на все вопросы. С товарищами придите. Я... Давай. Ну, утро рано встали. Я в интернете тут пока помолился. А ты уже утро, что ли? Ну, у нас это Барнаул. Семь часов. Сорок две минуты. Уважаемые, извиняюсь. Я с Кавказа. У нас еще вроде как... Я с минеральных вод. Вон как. Мы людям пришли сюда, чтобы возвестить о Христе. Что за наши грехи умер Христос. Чтобы они имели эту книгу. Не возражаю, уважаемые. Не возражаю. Да, да, да. Библию уважаю. Да, ходили в храм. А то я... Знаете, ходил, уважаемый. Ходил. А вот Библию... А можете мне обосновать? Есть такой мудрый вопрос. Знаете, что давайте вы запишите два слова. Два слова можете записать? Ой, ну это мне неудобно записать. У меня нет авторучки рядышком. Ну, а так вы не запомните. Два слова. Два. Мой золотой. Есть терпенечка, минуточка. Сейчас в авторучку запишу. Давайте, берите, берите. Не пожалеете. Давайте. Вот все. Нажал и ушел. Что делаете? Мир вам. А? Слава Иисусу Христу, говорю. А вы откуда? Неоткуда. Из кухни. Сам обедал. Подошел сюда. А не имею в виду, живете где? Живу в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 81-й год. У вас 81-й год? Да. Мне кажется, не 81-й год. Вот так. Я сейчас на многие вопросы бы ответил вам. Но сейчас у меня просто времени нет. Мы еще не позавтракали. Вы только запомните. Два слова запишите. Игнатий Лапкин. И тогда вы выйдете по скайпу на меня. Я скину все ресурсы. Два слова. Можете записать? Хорошо. Да. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Все. И там я вам покажу наш YouTube. YouTube. Он называется «Во свете Библии». У нас 16900 роликов. 42 миллиона просмотров. Мы строим православную деревню. Там вам такие вопросы. Тысячи вопросов отвечено. И вы все это найдете. Игнатий Лапкин. По скайпу. Скайп. А оттуда вы выйдете. Это на сайт, на форум, на мейл.ру. Вам будет очень и очень полезно. Вопросы есть? Нет. Все. До свидания. Если есть вопрос, задайте. А если нет, тогда запомните Игнатий Лапкин. По скайпу зайдете. Там мы уже будем беседовать свободно. А тут только сейчас раз исчезло. Да. А сколько вам лет? Так что? А сколько вам лет? 81-й год. Вы знаете, человек. Вот Солженицын Александр Александрович пишет в архипелаге ГУЛАГ. Вот тайно у других поминает. Что они перенесли? Но когда вернулись, их освободили. Дома покой. Стали спать. Два года и все сгорели. Мне Бог не дает никакого покоя. Я прошел за Христа пять тюрем. У меня за плечами руки, ноги, говорится, вывершенные. Что со мной делали? А я живу, ни одной таблетки еще не съел. А кто это делал? Все умерли, никого нет. Перед Богом ценится то, что даже невыносимое за Христа. И тогда Господь сам берет на себя водительство. То, что вот я 45 лет начальник детского лагеря, сам лагерь основал. Это невозможно. Без помощи государства тысячи детей поднять. Деревню строим, единственную в России, православную. Запишите, Игнатий Лапкин, и по скайпу потом зайдете. Вопросов нет больше? Вопросов нет. Да нет, ну все, до свидания. Ну все тогда с Богом. Я вас ожидаю. Во тьме просидите. Потому что ночь, поэтому и во тьме сидите. Вот сейчас с вами начнешь разговаривать, вы начнете материться, сквернословить. Нет, нет, мы видим, что перед нами человек адекватный полностью. Зачем нам материться? Ну это редко, редко когда так. Когда спрашиваешь, а у вас дома есть такая книга? Библия, я понимаю, что это. Говорят, иногда говорят есть, но ни один еще не показал. То есть, ну где-то там лежит. А раз где-то, значит не считал. Уважаемый, просто вероисповедания у всех разные, правильно? Не каждый будет вот изучать Библию и так далее. А что так далее? Это дальше некуда идти. Бог дал в конечной инстанции. Сказал, что будет дальше, чем закончится мировая история. Это вы выбрали такой путь, я имею в виду. Это Бог дает нам возможность выбрать. Если Бог не даст, ты не найдешь и не будешь выбирать. Все Боги, вот я про что говорю, правильно? У всех разные же Боги. Вы понимаете? Разные мировоззрения. Вот Иоанна Златоуста спрашивали, а как доказать, что будет суд Божий? Он говорит, это очень просто доказывается. Бог справедливый? Все отвечают, да, Бог справедливый. А на земле есть справедливость? Да никакой справедливости. Смотри, эти депутаты там такие, что они делают, сколько разоряют Россию? Правильно. А Бог не может оставить это. Значит, справедливость восторжествует где-то в другом месте. А в этой жизни ее нету. Значит, где-то за гробом. То есть будет страшный суд на перстнике разбрата, как Лермонтов писал. Это неизвестно, правильно? Вы голову поднимите, вас плохо где-то вниз ушли. Я говорю, это непонятно же, правильно? Не то, что непонятно, а еще неизвестно, что там дальше будет. Вы уходите вниз, у вас только доноса видно, поднимитесь вот так. Потому что Господь, Бог дал человеку возможность быть свободным. Избирать добро и зло, смерть и жизнь, благословение и проклятие. И говорит, зачем вам умирать? Изберите жизнь. Иисус умер за грехи людей. Он воскрес для нашего оправдания. Поверь в Него. И Он простит тебе грехи. Живи по Его заповедям. Да жизнь-то разве такая будет? Какая сейчас жизнь-то? Официально говорят, больше 86% разводов. 3,5 миллиона беспризорных детей. Это не кто-то озвучит, а министр внутренних дел Нургалиев. Ну что, непонятно. Без Бога-то нету, никуда пришли. Царя расстреляли. Россию погубили. Растащили. 72 года советской власти. А потом раз в один день. Все, в Израиле, в Америку. Как это? Правительство. Правительство. Мы заслужили это. И мы должны Бога благодарить, что еще имеем возможность молиться. И правителей не проклинать надо, а молиться за них, чтобы Бог их вразумил. Ну давайте, Навальный придет, Зюганов. Что изменится? Еще не изменится? Их надо гнать с престола. Вы «Собачье сердце» фильм видели, Булгакова, Михаила? Да, и читали, и видели. Вы видели, читали. Он говорит, разруха тут, внутри. Если я и ты мимо к лозе-то будем ходить, Зина там, вот все. Внутри она разруха-то. А когда человек верит в Бога, у него все по-другому идет. Ну как по мне, вот смотрите, надо верить в пред своих. Какие? Древние славяне, например. Так древние славяне, это язычники, безбожники. Жертвы человеческие приносили. Хватились за язычество. Язычество проклято. Посмотрите, как относятся к этому, давайте, просто исторически. Мусульман, два миллиарда. Как к язычникам относятся? Это никак. Вырезают поголовно. А христиан не трогают. Они также всех неверующих вырезают, правильно? Не неверующих, а язычников. Они неверующих своей верой вырезают. Ну я знаю только, мы, знаете, мы в миссионерской поездке проехали, мы в Барнауле, доехали до Владивостока. Вы только не курите, бросьте. Мы с курящими не имеем права разговаривать, потому что мы самоубийцы. И мы проехали до Владивостока, а потом до Лиссабона. И много было среди мусульман. В России шесть мусульманских республик. И нигде к нам, христианам, не относились плохо. Нигде. Они приглашали, угощали. А зачем поехали? Мне Бог позволил издать 38 томов книг. Я преподаватель, миссионер. И я им дарил в каждую библиотеку. Мы посетили 650 городов. Всю Европу прошли, Скандинавию, Прибалтику. И везде встречали мусульман. И ни один плохо к нам не относился. Вот и все. А христиан 2 миллиарда 200 миллионов. А язычники кто такие? Ну, солнце, луна. Вы говорите, язычник. Язычники молятся. Кому? Конкретно вы кому молитесь? Перуну, Нептуну и Венере? Конкретно никому. Никому. Значит, вы не язычник никакой. А так только болтайте языком. Не в христианстве, не в буддистнике. У нас один человек был тут. Он говорит, брехоны одни. Если язычники, они поклонялись. Приносили жертвы. Марс, Венера, Юпитер, Кронос. Мифология греческая. Кому поклоняйтесь? Скажите, я поклоняюсь и веру в Иисуса Христа, Господа нашего. В Великой Троице. Вы никому. А я язычник. Да так можешь ты назваться язычником-то. Я говорю, что я язычник. Я просто говорю. Это неоязычество. Грех. Чтобы ни за что не отвечать. Блудить буду. Убивать. Воровать. Лгать. Клятва преступникам. Но ни за что не отвечать. Вот причина-то какая. Я язычник повторяю. Вот в этой книге Библия 77 книг. И посредине ее Псалтырь Давида. Самая большая книга. 150 псалмов. И 13-й, 52-й псалм говорят. Такие люди были. Сказал безумец. В сердце своем нет Бога. Они разбратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Нет ни одного. Вот им все. Ответ один. Что жить в грехе. Как свинья. Как последнее животное. А так. Скажите. А что такое грех вообще? Кто так? Кто такой грех? Грех. Это нарушение заповеди Божия. Противление совести. Очищенной Христом. Это грех. То, что разделяет. Христос безгрешен. Един свят. Мы все грешные. Но он омыл нас кровью своею. И мы не можем грешить теперь. Там что делали. У нас тут алкоголя вообще нигде нет. Тут табак не чистится. Мы строим православную деревню. Алтайский край. Моя же в Барнауле. Вы зарядите. Игнатий Лапкин. И вы увидите. Первый разговор ведем с поселенцами. Кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И своими силами построится. У нас заезжаешь в деревню. Написано. Территория деревни. Курить запрещается. Такой деревни нет на весь Советский Союз. Потому что мы начали в такое время, раздрая, зарегистрировали общину, краевое дело юстиции, получили землю, построили школу, первым делом храм. А в стране погублено 21 тысяча сел. 21 тысяча. А почему? Потому что все разворобали. А мы с нуля получили землю и начали работать. Вот вы говорите. Смотрите. Конкретно. Вот вы язычник. Давайте. Я христианин. Я надеюсь... Вы только не уходите. Вы сразу выключаете и прячетесь куда-то. Не прячьтесь. Вот смотри. Я вам говорю. Давайте. Вот мы едем в поезде. Тот язычник. Я говорю, а вы в кого верите? Он не знает, что сказать даже. Знает язычность. Я ни за чего не отвечаю. Ну давайте так. Пять минут. Я буду признавать, что вы правы, а я не прав. Доказывайте, что я плохо поступаю. Ну вот вы знаете, вот это... У нас дети учатся. Учатся? У нас с красными дипломами университета заканчивают. У вас... Да, мы не пензенские затворники подземные. Дальше что у вас есть? Он не может сказать ничего. У нас, я говорю, разводов нету. Матерков нету. Пьянства нету. Дыму нету. Мы живем, радуемся. Он не может ничего сказать. Ну ладно, я верю в Бога, которого нет. Я просто дурак и все. Но это только так ты думаешь. Но в мире сегодня 8,5% неверующих. Язычники. Ну это по-другому себя называют еще. А на них падает 99% всех преступлений. Вот и все. Теперь давай другое. Давайте. Я с вами согласился. Я ничего не проигрываю. У меня полный порядок в семье. Нормальная пища. Мне 81-й год. Учитывая, что я миссионер, проповедовал. Архипелаг ГУЛАГ первой в стране издал. Меня сажали в тюрьмы. Там массово люди гибли, а я вышел живой. И представьте себе, какое путешествие. Где принимали? В Америке приглашали. Ездил, проповедовал. Голос Америки. У тебя ничего этого нет, ты никому не нужен. Но теперь я прав, ты не прав. Пять минут. Ты не веришь в Бога. А есть страшный Божий суд. О чем Лерман тут писал. И ты погиб. Ты с дьяволом в огне будешь мучиться. Ты все проиграл. Веря в Бога, которого нет, я ничего не теряю. Это меня сдерживает. Как Надежда Константина Крупская, жена Владимира Ильича Ленина, говорила. Религию уздать для масс. А мы не в религию верим. Во Христа, который воскрес живой. Отмечает на молитвы. Вот как. И поэтому беспроигрышно быть верующим. Беспроигрышно. У нас свой распорядок. Вот начинает в стране 3,5 миллиона беспризорных детей. Министр внутренний директор Нургалиев озвучил. Я говорю, и что ты сделал? А что ты сделаешь-то? Беспризорная. Вот, понимаешь, ты не верующий. А я верующий. Я ответственный. Я попросил благословения, и Бог позволил мне создать детский лагерь Стан. Трудовой. Беспомощный государство. Я 45 лет начальник. Мы тысячи детей подняли. Приезжали со всех стран. Из Америки, из Израиля, откуда только не было. В Канаде. Искали, искали. С семьей приехали. Такого лагеря нет. Подъем в 5 утра. Молитвы. Если хорошая погода, искупаются. Пруд, озеро. До 6 раз искупаются. На конях ездят. Лодка. На лодках плавает. Ягоды собираем. Травы. И они все умеют делать. Приезжает комиссия. Я спрашиваю, кто изобрел мобильный телефон. Не могу. Дети кричат сразу же. Мартин Купер. Я говорю, а интернет кто? Взрослые дядьки не знают. А дети знают. Тим Бернерс Ли. Кто? Премьер-министр. Дети маленькие. Это знают. Их надо учить. Любить. А нас услышали далеко. Прилетела через Останкинскую башню. Там дали сопровождающего. Лондонский институт. Ксения Деннон. Приехала специально посмотреть. Как в течение одного месяца ребенок наркоман. И делается совершенно другим. Как молитва. Освещение. Богослужение. Занятия. Игры. Труд. Такие истоки русского народа. К мальчику девочка не имеет права прикоснуться пальцем. А он к ней. Соломудрия. Чтобы сохранила девственность свою, как у мусульман. Вот представьте. В Санкт-Петербурге я попал на совещание мусульман. Там приехали Саудовская Аравия и прочее. Они сидят у них так же, как у нас. Щетки есть. Я говорю, скажите, пожалуйста, уважаемые. Какой процент девственности у вас до брачной ночи первой? Они меня даже не поняли. Что за вопрос такой? Что она девушка. Они на вторую букву алфавита называются. Сто процентов. А вы спросите. У нас в седьмом классе уже девушку не найдешь. Они все такие. А почему? Потому что они работают над народом. А у язычников как? Они как? Первая брачная ночь. О! Вот. Теперь смотрите дальше. Говорят. В стране преступность такая растет. Я опять вопрос ставлю. Что ты конкретно сделал? Ты? Меня спрашивают. А что ты сделал? Я отвечаю. Слушайте. У меня опыт. Пять тюрем и лагерь. Я иду в тюрьму. Это все бесплатно. Деревню строим на свой счет. Лагерь я бесплатно. И работаю в тюрьме. Помогаю. Иду по камерам. Выступаю перед ними. На Пасху даже купили яйца, покрасили в камеры. Даем, так они плачут, целуют. Сколько людей встали на ноги. Давайте все начнем работать. Ты деревню основой, как мы. И страна возродится. А вы только говорите. А я язычник. Ни за что не отвечаю. Неправильно это. Если встание Бог падает, вперед мусульмане. Понимаете. Вот говорят. Евреи все захватили. Правильно. Потому что они работают над своими людьми. Вся юриспруденция, пищать массовая. Все у них. Бороться надо с ними? Я говорю, надо. А какое оружие? Любовь. Ко мне привезли еврея показать. Он чистопородный еврей. Наум Израилевич. И он вышел от меня. Вышел из комнаты у меня. Еврей. Православный. Теперь священник. Пусть через каждого один еврей станет православным священником. Все. Картина изменилась. Нельзя так скрипеть. Говорят. Народ необразованный. Я говорю, а что ты сделал? Не знаю. Я в пяти университетах веду занятия. Тринадцатый школ. Все отделы милиции. Воинские части. Заводы, пабрики. Температура меняется прямо на глазах. И везде являюсь рюкзаком Библии и Евангелии. И это бесплатно. Бесплатно. Я не получаю нигде ничего. Пелься. Восемь тысяч. 141 рубль 33 копейки. Понимаешь, дорогой? Надо говорить и делать. А ты, язычник, ни перед кем не отвечаешь ничего. А я перед Богом отвечаю. Товарищ, а кто такие евреи? Скажите, пожалуйста. Евреи, иудеи. Это богоизбранный народ. В мире 2896 наций наречий. 2896. И только один народ был Богом избран, как свет, который даст нам закон. Бог с ними разговаривал и дал закон. Библия-то вся евреями написана. Дал маленький народ. 13 миллионов. На 7,5 миллиардов на земле. 13 миллионов. Это совсем мало. И однако они создали три мировые религии. А почему Бог? У евреев за 3000 лет ни одного человека, ни грамотного не было. То есть вы хотите сказать то, что людей создал Бог? Я все народы создал Бог. Библия говорит, создал Адама и Ева, а от него произошли все. И он первого избирает из язычников. Язычники там были. Люди не знали Бога. Первого Авраама. У евреев Ибрагим. У нас Соломон, у них Сулейман. И он ему открылся, дал закон. Христос еврей. От еврейки родился. Знаете, вам нужно слушать, как Шарику сказала. Вы в начальной стадии разбития. Вы этого не знаете. Вот я разговариваю с мусульманом. А у нас другая книга. Я сразу раз. Какая? Эта книга. А ну-ка, что? Коран. Считай. Баран. Прочитать не можешь. Почему я должен знать? Я должен знать языки, преподавать вам. Дорогой. Вы не подбирайте слова. Вы слушайте внимательно. Как Шарику сказано. Вам нужно слушать и исполнять. Смотрите. Ты воспитанный по-другому, я по-другому. А что по-другому? То у вас ничего нету. Своим законом. Я как бы, мне не нужна эта религия. Ну, я подбираю. Вы по порядку расхвистайтесь. Курите. Что? Вы курите. Ваши друзья курят. Блудят. Матерятся. Это та самая среда питательная для туалетных червей. Приятная среда, да-да-да. Да, ну вот так. Я знаю их, почему я работаю, я миссионер. Я говорю, мы проехали 650 городов, только захватили Европу, Скандинавию, Прибалтику. Я знаю людей не понаслышке. Говорить о заключенных знаю. С детьми 45 лет. Сейчас в другом формате еще три года добавлю. 48. Ни рубля не получая за это. Самое-то главное. Надо строение построить, одеяние, постели, кормить. Это все моя забота. Ну, ладненько, товарищ. Мы просто как бы поиск девушек. Знаете что? Вы запомните, меня звать Игнатий Лапкин. И вы по скайпу меня можете найти, я один. И у нас большой видеоканал. Называется «Во свете Библии». У нас там 16800 роликов. И вы если через неделю зайдете, вы увидите, как мы с вами разговаривали. Что вы не матерились, нормальный разговор. Вам интересно это будет. И вы еще раз прослушайте нашу беседу. Вы поняли, да? А если зайдете через гугл, скажете, через гугл сайт, тоже «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там 50 книг аудио мной насчитанных. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуз. Там государственные фильмы у нас сняты, занявшие первое место на международных киноконкурсах. Это государственные фильмы. Это не... Когда такими бобинами снимали еще. Человеку это невозможно сделать. Это Бог делает. Бог. Ну, все. Все, всего доброго вам. Все, Бог един, как говорится. Да, Бог единый. Во Святой Троице. Нет, пророк Моисей поможет. Нет, ты не живешь.